Это сложное изделие, платье. Под низом подкладка, сделано из филерины. Сам верхний материал очень тяжелый в пошиве. Ткань в сеточку с декоративным рисунком, неподатливая, пришлось мастерицам с ней повозиться. Доставила хлопот и накидка, стразы пришивали вручную. В итоге только на одно это платье ушла неделя. Днем будет блистать на сцене принцесса. Все роли в спектакле «Аленький цветочек» у детей-инвалидов. На сцену должны выйти 45 юных актеров. Наряды для них почти готовы. Самое сложное в нашей работе было то, что это индивидуальный пошив. Наша специальность предполагает массовый пошив для производства. А тут дети с индивидуальным построением, с индивидуальными мерками. За помощью в техникум общественная организация «Ветер перемен» обратилась после того, как выиграла президентский грант на постановку спектакля с участием детей-инвалидов. На костюмы конкурсных денег не хватило, и педагоги со студентами согласились решить проблему бесплатно. Дети особые, когда с театрией ехать, даже снять мерки иногда бывает сложно. Эти костюмы будут использованы не только в этом спектакле, они и нас в дальнейшем пригодятся, потому что они широкого спектра, это руссконародные, можно потом поставить и танцы. Два месяца будущие закройщики и швей трудились над созданием костюмов. Артистов приглашали в гости на обсуждение будущих образов и примерку. Мы переместили учебный график третьего и четвертого курса. Наши уже как бы четвертый курс – это выпускники, третий – это уже перед выпуском. Сместили учебный план, посадили их в поток и начали изготовление. Изготавливали у нас порядка 20 человек. Премьера «Аленького цветочка» должна состояться в апреле. С гастролями актеры обещают наведаться и к своим помощникам-модельерам. Анна Туполева, Виктория Щетинина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.